Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами снова Владимир Конюка и канал Супермангал. И сегодня я буду рассказывать вам о том, что отдыхать это просто. Для того, чтобы отдыхать, не нужно никуда выезжать. Нужно просто иметь где-то у себя свой уголок отдыха. И в этом уголке можно запросто, без труда, без особого оборудования, готовить простые мужские продукты. Сегодня мы будем готовить шашлык из картошки с салом. Для этого нам понадобится, собственно говоря, совсем ничего. Понадобится вот такой подчеревок копченый, закопченный, кстати, вот на супермангале, а сейчас вытянутый из холодильника. Понадобится, естественно, картофель, пряная зелень, приправа, я взял приправу для сала, фольга и шампура. И покуда у нас разгорается мангал, начинаем готовить. Нарезаем картофель тонкими ломтиками, где-то полсантиметра толщиной. Вот такой у нас копченый подчеревок. В принципе, можно было обойтись соленым салом. Но когда есть вот такая вот прелесть, почему бы и нет, не сделать вот именно из него. Нарезаем тонкими ломтиками. У нас получилась вот такая вот картина. Когда кусок сала, он больше, чем картофелина. И когда он будет жариться, сало будет подгорать. Вот поэтому, пожалуй, надо будет вот так все эти кусочки перерезать их напополам. И теперь не мешало бы сначала посолить картофель. Но поскольку у меня вот оказалась приправа к салу, она в достаточной мере соленая, да при том еще со специями, я решил вот обработать именно этой приправой. Чтобы потом обойтись без соли. Хорошо. И теперь начинаем надевать на шампур. Поочередно берем кусочек картошки, кусочек сала. У нас получилось вот таких вот шесть шампуриков аккуратных. Я нанизывал на шампур такое количество, которое бы сочеталось с шириной рулончика фольги. Чтобы можно было без проблем завернуть. Ложим наш шашлычок на фольгу. Добавляем сюда кропчика. Вот так вот. Добавляем сюда петрушечки. Годятся любые пряные травы, которые сочетаются с мясом. И добавляем еще вот такую вот вещь. Вот я беру соцветие чеснока. Вот так вот раздавил. Вот так вот разрезал. И вот это ложу тоже сюда. Вот так вот. После чего заворачиваю. Здесь надо учесть, что не нужно заворачивать его несколько раз. Потому что когда придет время разворачивать, картошка уже будет в такой степени мягкости, что может отвалиться с шампура. Поэтому надо сделать это так, чтобы можно было потом развернуть очень легко и не уронив картошки. Делаем герметично. Получаются вот такие вот батончики. Ну вот, прошло полчасика. И, пожалуй, будем снимать. Будем снимать и смотреть, что здесь получилось. А получилось у нас вот что. Конечно, это выглядит чудесно и прекрасно. Но на шашлык это явно не тянет. Для того, чтобы был вид шашлыка, нам нужно это дело сделать румяным. А для этого мы сейчас снимаем фольгу и продолжаем жарку на открытых углях. И снова переносим на мангал. Наша задача, чтобы картошка взялась таким легким вот румянцем. А, боже, какой аромат. Ну, просто обалдеть. Вот, смотрите, какой румянец. А картошки. И кое-где начала картошка отваливаться. Это значит, что пора снимать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да с помидорчиками, да с огурчиками. Вот, смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота. Лайк. Смотрите, какая красота.